Вадим Ковалев Вадим имеет общие данные, которые можно сравнивать. У него несколько миллионов разных проверенных контрольных работ наших учеников, условно наших, которые живут во всей стране. И они все оцифрованы. Обычно учитель проверил папку тетрадок, дальше ее раздал или листочки. Потом все выкинулось и потерялось. А Вадим придумал систему, с помощью которой все эти данные собираются. И использование этих данных приводит к неожиданным результатам. То есть те выводы, которые мы делаем по классу и на этом останавливаемся. Вадим делает по стране или наоборот по одному городу или по субъекту Российской Федерации и так далее. И вот он готов с нами поделиться с тем... Да, присаживайтесь, конечно, тут вполне свободно все. И он готов поделиться теми уникальными данными, которыми он сейчас обладает. Я думаю, что вот у нас есть сколько, Вадим? 45 минут? Да, я не помню. Да. Ну вот можно считать, что 45 минут Вадим рассказывает то, что у него есть. И дальше вы копите вопросы, которые у вас есть, записываете себе их. И потом можно будет в спокойном режиме их обсудить. То есть мы вот сейчас говорим исключительно про практическую деятельность. То есть не про вообще какие-то теории, а про то, что мы сегодня, учителя, которые только что от доски или от экрана с презентацией, пришли сюда, чтобы поговорить. Вот давайте поймем, что мы с этим можем делать. Спасибо большое. Спасибо большое, Александр. Здравствуйте. Меня зовут Ковалев Вадим. Меня уже представили. Я надеюсь, появится моя презентация. Да, давайте настроим таким образом, чтобы меня было хорошо слышно, стабильно. Скажите, пожалуйста, кто из сидящих в зале является педагогом-предметником? Скажите, пожалуйста, кто из сидящих в зале является в широком смысле чиновником в образовании? ИРО, ИПК, Министерство, Апартамент. Отлично, один. Два, два, два. Извините. Это статистически важно. Да, спасибо большое. Смотрите, в том, что я буду рассказывать, есть… Сейчас я настрою, чтобы оно кликалось. Коллеги, включите, пожалуйста, кликер. Он не срабатывает в текущий момент. Отлично. Смотрите, хорошо прочиталось, но в рамках презентации я сразу сделаю оговорку. Я постараюсь не затрагивать и момента намеренно. Это момент этики обработки данных, в том числе законы. Мы про это много говорим. Я готов это обсуждать активно, просто это за рамками этой презентации. Я старался делать вещи и презентовать вещи, которые оторваны от содержательной части, в смысле от педагогического инструмента, от КИМов. И я не буду касаться финансирования и экономики процесса. Ну или ответы на вопрос, как нам большинство из наших мероприятий удается сделать бесплатным. Скажите, пожалуйста, кто из вас знает, что есть знаника? Меня практически не слышно. Я правильно понимаю, да? Отлично. Давайте я буду говорить громче. Скажите, пожалуйста, кто услышал о том, что есть такое слово «знаника» сегодня? Отлично. Четыре человека. Остальные слышали до этого, да? Замечательно. Ну тогда я думаю, что вы знаете о проектах, и первое и самое важное, что мы делаем, мы занимаемся управлением мотивацией, на наш взгляд. То есть мы не сфокусированы на том, чтобы давать или пичкать новыми знаниями, потому что ребенок мотивированный учится сам, и это одно удовольствие. Ребенок не мотивированный – это сложный образовательный процесс. Дальше. Я буду рассказывать все на примере такого мероприятия, как «Неделя мониторинга». Оно проходит каждые полгода в апреле и в сентябре. Формальное определение на ваших экранах, ну в смысле перед вами, извините. Это предметный контроль знаний, который прошел в сентябре с 10 по 20 примерно две недели. Вторая и третья недели – сентября. В нем приняло участие примерно каждая третья, каждая четвертая школа страны. Под миллион работ нам сдали 600 тысяч человек. Мне предложили сменить микрофон, я надеюсь, он будет работать лучше. И действительно. Другие цифры на вашем экране. В целом процесс, если вы не знакомы, если вы не участвовали, устроен очень просто. Педагог заходит на сайт, регистрируется, скачивает материалы, раздает, печатает, проводит у себя в классе мероприятия, дальше собирает, сдает нам, с сайта получает отчеты. Это если очень кратко и очень быстро. Если вам интересно, распределены данные работы были следующим образом. То есть очень высокий уровень у началки, немножко пониже в среднем звене. В выпускных классах, в 9 и 11 неожиданно низкий спрос. То есть мы ожидали, что там будет много желающих узнать, сколько они на ИГ получат сейчас. По математике и по русскому. Оказалось, что их, в общем, относительно немного. Следующий вопрос. Я думаю, это картинка из ВПРов, из одного из регионов. Я думаю, что вам она всем до боли известна. Вот нижняя граница тройки, вот нижняя граница четверки. Примерно так у нас проходят все российские проверочные работы. Это реальный результат одного из субъектов. Но примерно во всех субъектах картинка очень похожа на ту, что на экране. Так вот, распределение… Я взял этот же класс, этот же предмет, это же время проверки. Распределение первичных баллов в знанике в неделе мониторинга. Вот такое. Вы можете определить, где здесь начинается тройка, четверка, пятерка? Вот здесь я могу. Не глядя. Вот это распределение сильно больше похоже на нормальное и в смысле Гаусса, и в смысле адекватности его. И больше похоже на инструмент принятия управленческих решений и инструмент для всяческого факторного анализа и другой аналитики. Следующая вещь про мероприятия. Там есть какое-то количество управленческих отчетов и в принципе отчетов по классам. Все статистики я опущу, это вам рассказывать не надо, вы их видели в огромное число. Я покажу лишь некоторые вещи, которые, на мой взгляд, содержательно важны. Контрольная, когда она проводится, по ней есть спецификация, то есть мы знаем, какая задача в сентябре, что проверяла. Какое умение, знание, навык, тему, какой содержательной линии она соответствовала. И педагогу в течение часов, не через три месяца, не через два, не на следующий год, выдается карта по каждому из классов о том, кто что в этом классе не знает. По проверенным в сентябре сейчас многим темам. Обычно, когда педагог проверяет что-то, он считает количество ошибочек и выставляет оценки. И вот как бы четыре или там три по классу, это вот что? Что этот класс в сентябре не знает? Каковы дефициты при проверке остаточных знаний? Здесь вот из такой карты это видно, причем видно сразу же. Мы можем руками по одному классу эту историю подвести по-честному. Понять, что третья, четвертая задачка проверяет вот это, у них такая-то сложность. Но сделать это руками мы никогда не будем. Мы в лучшем случае будем опираться на интуицию. А здесь там можно сделать сухо и правильно. И увидеть картинку реальную, такой способ визуализации очень помогает педагогам для того, чтобы работать. При этом мы же даем рекомендации, посмотрев на эту же картинку уже автоматическим образом, какие темы, на наш взгляд, стоит разобрать в этом классе. Потому что есть темы, которые в дальнейшем используются. Есть темы, которые в дальнейшем не используются, но проверялись, потому что входили в программу. Есть определенный порядок взаимодействия тем, их сложность, их доступность. И еще есть, к сожалению, искажение живых людей, наши когнитивные. Потому что вот если мне, как педагогу, условный метод Дерихле не нравится, или теорема Герона, вот я его рассказывать и не буду. Даже если результат по нему очень низкий, и он важен и нужен. Вот не получается у меня это рассказывать. Вот и не будет его в классе у детей. Это, с одной стороны, ужасно, но такого рода проблемы нужно учитывать в реальной работе. Здесь мы от этого уходим при выборе. Но при этом стараемся подобрать три темы, которые дадут наибольший прирост именно в этом классе. И в пятом А, и в пятом В будут разные, возможно, разборы над ошибками. Хотя, когда педагог проверял стопку тетрадей, и, наверное, его мнение о том, какую же надо провести работу над ошибками, сформировали три лучшие работы, или три худшие работы, или три последние работы. Ну, в общем, какие-то. Здесь это сделано сухой математикой. То же самое, вообще-то говоря, для ученика. Ну, в смысле, для каждого. У каждого из них могут быть ошибки и дефициты, которые не такие, как у класса в среднем. И когда ученик получает вот такую домашнюю работу индивидуальную для него, работу над ошибками, комплект домашних заданий, он понимает, что она под его проблемой, это очень важный инструмент управления мотивацией самого школьника. Он понимает, зачем он будет это решать. Очень хорошие учителя, по крайней мере, из тех, которые я видел, что-то похожее делали. Если вы не решили задачу номер три на контрольной работе, то вы решаете 17.1 и 17.3 из учебника. Ну и так далее. Вот это то же самое, только под каждому, по-честному, свое. С упаковкой рюкзака, в смысле того, что школьник имеет очень-очень ограниченное желание и возможность заниматься, в данном случае, математикой. Им нужно выбрать именно те темы, те задачки, которые дадут наибольший прирост для него. Если он не умеет задачки номер второго уровня решать, вот в данной классификации, то на самом деле, но почему-то решил с задачи третьего или пятого уровня, то на самом деле, начиная со второго и вниз, надо давать задачки, потому что они опираются друг на друга. Там помимо просто решил, не решил, еще есть, как я уже говорил, доступность, определенная логика взаимодействия этих тем, определенное возрастание сложности. Дальше есть еще один важный участник образовательного процесса, родитель, которому хорошо бы по итогам контрольной, по итогам того или иного мониторинга понимать, а что произошло, что проверялось, как вообще это было, потому что, вот что такое четверка? Полуслова знаю, полуслова нет. Мы стараемся генерировать документ по каждому школьнику, под каждого родителя, на самом деле, чтобы не профессионал, не педагог мог секунд за 30 или за 60 при малейшем желании понять, что же происходит с его ребенком. При этом, будем честными, вот кто-то из них дочитывает до таблички с датой и с баллом, кто-то умеет читать таблицы и идет ниже. Это именно макет, это не реальная работа. Следующая будет реальная, а это именно пример. Здесь видно, это что-то похожее на результат первого занятия ребенка с репетитором. Но здесь видно, он в классе как себя ощущает, какая именно тема, он запятые ставить не умеет или скобки раскрывать. Не профессионалу это уже понятно. У профессионала, у педагога, когда он видит вот такую табличку, у него называется жжение есть, ему она кажется некорректной или очень грубой. Это правда. Это правда, но мы внутри отрасли очень сильно сфокусированы на качестве инструмента, на корректности этого представления, а родитель не может его считать. Я знаю сколько-то центров образования, которые похожие вещи генерируют в России и пытаются выдавать родителям. Но есть одна проблема. Вы даете его родителю, и вам не важно, родитель его понял, не понял, сколько секунд он мог с ним взаимодействовать. А мы даем вот этот документ. Нам важно, чтобы все, что мы делаем, было продуктом, чтобы это было приятно трогать руками. Нам важно, за сколько секунд, до какой стадии этого документа родитель, не профессионал, дочитывает. И вообще он дочитывает или нет. Это то, что мы, как педагоги, обычно полностью игнорируем. Всякий вот этот маркетинг, вот этот дизайн, вот эти вот представления, вот эту автоматику, еще что-то такое. Нам это все не важно. Но это важно, чтобы с этим работали. Чтобы это было, оставляло приятные ощущения. А еще это очень важный инструмент, вообще-то говоря, отчетности. Ну, перед родителем, как гражданином. И следующая ужасная вещь. Продолжая развивать тему того, что такое четверка. Четверка или хорошо. Хорошо это вот что значит? Если до этого была пятерка, то такое хорошо совсем нехорошо. Если до этого была тройка или двойка, двойка, а теперь тройка, то это замечательно, ну это отлично, а не просто хорошо. И в этом смысле прогресс, который мы умеем мерить, сопоставляя несколько измерений. И это уже реальная работа перед, это реальная индивидуальная динамика перед вашими глазами, которых мы в сентябре выдали четверть миллиона примерно. Они позволяют сопоставлять того, а занимался он четверть, год, полгода или нет. Что он растерял за лето, вот в данном случае, если я правильно помню. Нет, в данном случае, что он бы учил за год. Смотрите, с 16 сентября 2017 года до 30 апреля. Конец третьей четверти, если мне не изменяет память. И самое-самое начало. Это довольно огрубленная история, но тем не менее, она позволяет так или иначе включить или подтолкнуть родителя в то, чтобы интересоваться тем, что происходит с его ребенком. И как-то вообще информировать эту историю. Не в режиме наказания, отчетно-перевыборного родительского собрания, какого-то вот такого процедуры, которая некомфортная, которую родители воспринимают априори плохо. А это инструмент хорошего диалога, на мой взгляд, хорошего диалога школы и образования с родителем и включения его в этот процесс, чтобы можно было показать. А еще это кусок отчасти формирующего оценивания, в том смысле, что вот эта история, это оценивание, саммотив ассессмент это называется по-английски, то есть результирующее оценивание. А это кусочек формирующего. Когда он соревнуется только сам с собой, на самом деле. Он не соревнуется уже с классом. Не важно, какая динамика у класса. Если здесь важно, то есть по стране там знания показаны, по классу они не показаны, а у ученика показаны, ну, значит, школу менять надо. Ну, так-то между делом. Значит, что у класса эта тема проседает, а у ученика она хорошо. Следующая вещь, которую я хотел показать из серии анализа, это вот лонгитюдное исследование, которое маленькое я провел, готовясь к данной сессии. Это сравнение осени этого года и весны этого года. Те, кто получил двойку весной, получили вот такую отметку в пятом классе осенью, проводя. Просто все вот эти наши динамики, которые мы делаем для каждого, можно еще и собрать. Это то, что не может сделать Рособранадзор. Это инструмент, в принципе, изучения того, что мы сделали по факторам тем или иным образованиям и того, к чему это привело. Оно выросло, оно упало. Не в среднем по классам или школам, или регионам. Сопоставляя, что было четверок столько-то, а стало четверок столько-то. Нет, нет, вот те, кто четверку получил весной, серенькие, вот они какую оценку получили потом осенью, в сентябре? Они куда сдвинулись? То есть как двигаются эти когортексы? В одну сторону, в другую сторону? И в этом смысле, забегая немножко вперед, мы можем сопоставить, сопоставляем. Сейчас грубо будет сказано, но я знаю, какой учебник лучше в этой стране. Как каждый следующий добавленный час чтения предмета в рабочей программе, в учебном плане влияет на знания, на достижения, на показатели качества у учеников. Всегда нужно, анализируя результаты, и в этом динамика очень сильно помогает, сопоставлять, мерить школы в рамках какого-то контекста. Но не надо школу селективную ставить на одну планку с школой малокомплектной в сельском районе, с очень ограниченными ресурсами и всеми ее проблемами. В этом смысле, кстати, динамика очень плохой инструмент, в смысле, который будет очень такой челлендж, что называется, дающий вызов, потому что вырасти в селективной школе и гимназии с высокого уровня, с высокого базиса, показать прирост знаний, показать прогресс положительный, очень сложно. В школе, в депрессивном районе, в спальном, эту динамику показать проще. Там база ниже сильно. Прогресс. А еще, да, и прогресс, очевидно, это очень-очень мощный инструмент мерить именно работу-работу. Потому что если у вас изначально селективная история, очень-очень высокие оценки на входе, то они и на выходе будут, вообще-то говоря, хорошие или отличные. И заслуга ли это того или иного педагога, заслуга это того или иного ученика или школы. На мой взгляд, не факт. А по прогрессу это видно. Дальше следующий момент, который еще более глубокого анализа, который хотелось бы рассказать. Есть два сценария. Если ученик не показал по какой-то теме, по какой-то содержательной линии, значит, результата. Ну, значит, проболел или не понял, или еще какие-то проблемы у ученика. Ну, не решил он третью и пятую задачку, которые проверяли правила раскрытия скобок. Не знает он этого. А вот если класс или несколько классов не показали или показали низкий результат, при этом в регионе или в России школы такого типа показали, то это не проблема ученика. Это, скорее всего, проблема педагога. Это предметный, скорее всего, дефицит человека, который у них преподает этот предмет. Ну, либо этот человек болел в этот период и его не заменяли. Но это, в общем-то, один из вариантов. И здесь мы, зная, а мы знаем средний балл, и у нас достаточная достоверность и валидность наших измерителей, когда мы знаем, условно говоря, средний, когда мы знаем контекст, когда мы знаем про каждого, знаем, кто кого учит, кто кому коллега, кто кому родитель, кто кому учитель математики, кто кому учитель русского. В явном виде у нас рождается взаимодействие в системе образования, institution, оценки качества образования, оценки качества образования, института повышения квалификации, институт развития образования, как институции, не как конкретных юрлиц, потому что в разных регионах они называются по-разному, они устроены по-разному, подчинены по-разному. Но здесь рождается взаимодействие очень быстрое. Из оценки качества школьников, качества образования школьников, можно выжимать информацию полезную для работы с педагогами. В тех регионах, с которыми мы работаем плотно, там знают, какие программы повышения квалификации в этом году нужно готовить предметные и кому их давать. Например, кому их из бюджета обеспечивать. Знают в момент сентября, когда еще возможно не все директора скачали отчет по своей школе, а они уже знают картинку по региону. Здесь это взаимодействие происходит единицами часов. Ни дней, ни месяцов, а часов. И мы не промеряли напрямую педагогов. Им это не всегда нравится. Я думаю, что вы по себе знаете. Это некомфортно. Это априори история недоверия. Ну, как и любая проверка, на самом деле. Это ситуация недоверия. Извините, я не буду это перекрикивать. Вопросы в конце. Мы договаривались об этом самом начале секции. Поэтому, извините, запишите, пожалуйста, я с удовольствием отвечу. Но мы достаточно близки к окончанию. Хотя 20 минут прошло. Итак, при этом то, о чем я рассказываю, это честная история про решения, принятые на данных. Когда мы вторым слоем после проверки школьников сагрегировали историю немножко по классам, добавили информацию, кто кого учит, кто какие темы в контрольной проверял, какая из задач. И мы можем в явном виде с следующим слоем давать рекомендации, как повышать квалификацию педагогов не в смысле чтения им только методики преподавания того или иного предмета, а в смысле предметных дефицитов. Об этом довольно активно говорят коллеги из Рособорнадзора, о том, что у нас 20% испытывает затруднения с преподаванием своего предмета, 40% с проверкой работ, 60% еще с чем-то. Если я правильно помню, коллег. То есть у самих педагогов есть дефицит. К сожалению, они не только в методике. Дальше. Есть следующий слой. Мы вот уже немножко прошлись. Я специально сделал ссылочку здесь, чтобы было удобно вам короткую. Там и интервью более подробное, и эта картинка на РИА Новости, которую мы сделали совместно с социальным навигатором в апреле примерно мы ее сделали на результатах предыдущей недели мониторинга, то есть с сентября 2017 года. Это слой общественного обсуждения. Мы уже поговорили о том, какие результаты, какие выводы на основании одной оценки можно сделать на языке педагогов, которые работают с классами. Я упустил часть, которая директорам дается, потому что она более-менее понятна, более-менее прозрачна. Ну, вам, по крайней мере, вы таких отчетов довольно много видели. Как работать с родителями, как работать со школьниками. Эту часть игнорируют обычно современное образование. Это довольно много времени требует и не включают. А это можно делать и это нужно делать. Это выжимание сильно большей эффективности из уже проведенного мероприятия. У нас, у вас эта информация на самом деле есть. Но история ее обработки и представления, и отдачи, и работы с ней, вот этого пока что, на мой взгляд, образованию не хватает. При этом это работает и работает очень хорошо. Есть еще стадия, вот, только что я рассказал про герои ПК, это практически уровень региона. Еще есть стадия общественного обсуждения. Того, когда можно нарисовать картину страны, взять одну задачку. Россия весной прошлого года, если вы помните, была объявлена о том, что русские школьники выиграли в международных исследованиях, показали очень высокие результаты, заняли первое место. И в этот же момент мы опубликовали вот это исследование. Вот. И по нему очень четко видно, что школьники в четвертом классе российские не могут правильно написать простое предложение. Собака жучка родила щенка Машку. Они не знают, какие буквы большие, какие буквы маленькие. Мы их этому учим. Они должны это в этом классе решать. И решать очень хорошо. Однако больше 50%, если мне не изменяет память, школьников России с этим не справилась. Ну, то есть не аттестовывать надо не то, что некоторых школьников, некоторые регионы надо не аттестовывать. Целиком. Потому что они не взяли эту задачку. В смысле, это задание они не сделали правильно. В таком проценте случаев. Это такой, знаете, инструмент общественного обсуждения, на наш взгляд, достаточно корректного. Тут мы касаемся вопроса этики. Но важного. Потому что нужно такой чучок-понус иногда давать на уровне именно общественного диалога, широкого диалога со СМИ, диалога с обществом. И это можно делать, опять же, не каким-то отдельным исследованием, измерением, а можно эти же данные выжимать из уже проведенной оценки качества образования. Просто обрабатывая ее иначе, обрабатывая глубже и представляя для другой аудитории. В каждом из тех уровней, о которых я говорил, свой язык представления, свой язык общения. Он очень сильно отличается. Родители, наверное, готов услышать о том, что результат и сертификат участника его ребенка доступен в рабочем кабинете и готов получить это СМС-кой. Скажите мне, какая школа отправляет СМС-ки в современной России? Вот ни одной руки в зале, да? Одна, моя. Хорошо, да, две. Вот еще есть коллега. Три, да? Три. Хорошо. Три школы в зале. Вот. А это другой канал коммуникации. То есть при этом мы смотрим, а скачали ли наши отчеты, повзаимодействовали ли с ними. Нам это тоже важно. Если их не скачали, то мы напомним об этом. Ну, в смысле, мы напишем еще одно письмо. Скачать – это важно, чтобы они восприняли результаты информации. Потому что люди забывают. Ну, в неудачный момент, там, не знаю, болел человек, родитель, в смысле, и не готов был заниматься именно в четверг своим школьником. Мы ему напомним про это в пятницу, потом в следующий четверг, потом еще через недельку. Ну, рано или поздно же надо все-таки заняться своим чадом. Будет же какой-то удобный момент. При этом, перед тем, как к вопросам перейти, еще три вещи я выписал, про которые стоит смотреть, которые мы в текущий момент сделали или делаем. Диалог с издательствами этот идет довольно активно. Это мы, например, делаем учебники лучше. Потому что мы спрашиваем, какое количество часов человек занимался тем или иным предметом, по какому учебнику он учился. И мы видим по каждому из учебников дырки в них. Эта информация передается авторам, и они могут улучшать свои учебники. А еще в явном виде видно, какое количество часов, как влияет на качество знаний. Потому что в зависимости от того, какое количество часов занимался, в частности по тому или иному комплекту школьник, есть те или иные результаты. Именно поэтому я начал с вопроса про валидность, про грамотное, правильное, про нормальное распределение всех этих результатов, что на них можно делать выводы. Там коэффициенты альфа-кромбаха, 0,92, если вы знакомы с психометрикой, и тестологией того, как анализируются эти результаты. То есть это результат надежный, валидный, и измеритель правильный. И я надеюсь, что мы сделаем сшивку с рабочей программой, совместную историю с МГПУ. И будем смотреть, сопоставлять эти же данные с тем, по какой программе занимается педагог. Потому что факторов у нас очень много в образовании контекстных. Не только учебник, не только часы, не только рабочие тетради, не только уровень и категория и статус школы. Это еще и то, как он учит. И наши результаты отличаются, как я говорил, от результатов государственных измерений иногда, тем, что нам не врут. Нам сдают работы, потому что понимают, что педагог получит сразу же, через час, к следующему уроку, на следующее утро. Он сдает эту историю, сдает нам работы, решения школьников, понимая, что в единице часов он получит пользу сразу же для себя обратно. Поэтому результат обрабатывается очень быстро. У нас очень, у нас хорошие обратные связи выстроены. Человек сдает не из-под палки эти контрольные, педагог в смысле загружает нам на сайт, а он понимает, зачем это ему надо, почему это ему, именно ему полезно. Здесь польза для всех уровней, которые выше, она оказывается вторичной, скажем так, для педагога участвующего. Это, на мой взгляд, построение грамотных мотиваций, управления мотивацией, построение хороших обратных связей, это важный инструмент построения системы комплексной, устойчивой, из которой можно потом собирать данные и их анализировать глубоко. Если у вас есть вопросы, а я знаю, что один вопрос у нас есть, башкирскую ситуацию, а вот теперь давайте про этику поговорим. Я посмотрел на… да, мы договорились с Александром про регион, который есть, в котором я выступаю, я очень часто даю данные, и в этом смысле данные про большинство регионов у меня действительно есть. В РИА новостях в социальном навигаторе, когда мы делали публикацию, мы для 19 регионов не подвели результаты, потому что у нас нет статистически значимых результатов. Для всех остальных больше, чем для 60. Мы подвели результаты, потому что у нас есть достаточная представленность, на наш взгляд. Когда я готовился к башкирии, у нас примерно, ну сколько, каждый 6-7% башкирии, учеников, существующих в башкирии, 7% у нас участвовало в деле мониторинга. И тут начинается вопрос этики. Я, к сожалению, публично не готов, извините, Александр, рассказывать то, что мы посчитали про хозяев мероприятия. То есть мы готовы это обсуждать всегда. Это важно и не нужно. Но прежде чем публиковать вещи, нужно понимать, как это будет использовано. Нужно смотреть в глаза тем людям, которым ты отдаешь данные, и быть уверенным, что эта история будет использована для управления качеством образования, а не в качестве построения формального рейтинга, по которому, ну, например, выпишут какие-нибудь заявления. Поэтому, извините, Александр, я посчитал честно башкирию, но я не готов эту историю на паблик озвучить. Да, вопрос. А какой бы вопрос-то все-таки? Хотел спросить про выборку знаники именно, из чего она формируется. Может быть, я это прослушал, конечно. И потом второй вопрос. И второй вопрос хотел все-таки по поводу больших данных. То есть не предполагаете ли вы эти данные открыть хотя бы для специалистов, например, да? Спасибо большое. Ну, во-первых, мы компания, которая на самом деле строит, по сути, свой бизнес на данных. То есть открыть, в смысле выкинуть в паблик, нет, не готовы, мы на этом деньги делаем. То есть я ушел от опроса финансирования, да? При этом сколько-то людей, которые занимаются именно исследованиями, именно наукой, тот же ПЕТ, тот же институт образования вышки, к этим данным часто имеют доступ на условиях, как бы, правил использования. Сколько-то регионов мы с ними работаем, мы им данные отдаем. Но там, опять же, прописана история, как она используется. То есть именно опубликовать, то есть сделан доступным без ограничения большому числу лиц, неограниченному, нет, не готовы в текущий момент. Для исследования, когда, в смысле, для исследования, для работы, у нас там сколько-то десятков регионов, мы с ними взаимодействуем и данные им отдаем. Данные им отдаем, нам важно, чтобы при этом они использовали их. Часто мы отдаем данные так, чтобы нельзя было их использовать как инструмент карателем. И мы проговариваем способ использования. Потому что свежая очень история построения НИКО, ВПР. И, в принципе, не со зла же у людей есть проблема от того, что не работает. Так, как хочется. А у нас работает. То есть этика данных – это обратная сторона того, чтобы сделать счастье всем и открыть данные наружу. Потому что тогда сразу же этим начинают в том числе манипулировать. И в этом смысле мы очень четко видим, в каком классе списали результаты, в каком классе не списали. Мы еще не начали на отчетах по классу ставить отметку о том, что эти результаты просто списаны к черту. Потому что по психометрике мы это видим по анализу результатов. Ну, когда задачка правильная, она является хорошим измерителем, а в рамках этого класса или этой школы у нас у нее отрицательная дискриминативность выпала. То есть ее решили неумные дети, которые при этом не решили задачку на эту же тему более простую. То есть так быть не должно. Статистики, по крайней мере, нормально. А оно так и есть. И при этом в России так нет, а в этой школе так и есть. Это вот как. А это называется, что просто подсунули решение под тетрадку. Чтобы отчасти таких манипуляций не было, нужно удерживать баланс закрытости и открытости. Он тонкий. Я с этого начал. Это второй слайд моей презентации про этику. Потому что первое, что делают, к сожалению, в анализе условный журналист или человек, которому нужен быстрый ответ и быстрая правда, упорядочивает что-нибудь по какому-нибудь параметру и говорит, что такая-то школа вошла в топ-3. Базы ЕГЭ у нас нет по той простой причине. Я вот здесь сравнил в мягком режиме с ВПРом в средней школе нашей истории. База ЕГЭ, насколько мне известно, никому, кроме Росубнадзора, недоступна. И я понимаю почему. Но в том, что делается в ЕГЭ, даже не в ЕГЭ, а в ГИА, меня очень-очень сильно разочаровывает тот факт, что вот мы проверили знания школьников, вот мы знаем, что они не знают, их бы доучить. Вот она информация. Но в этот момент мы выдаем им аттестат и желаем творческих успехов. А информацию просто выкидываем. Нет, так нельзя. Это очень нерочительный подход к образованию. Давайте мы это будем делать в апреле за месяц, за полтора до окончания года, когда еще есть четверть, чтобы доучить. Вот они, дефициты. Давайте их дотянем, дальше будет проще. Потому что мы очень четко видим на вот этом вот анализе, на вот этом вот с РИА новостями, такие, знаете, трубки. Когда вот в шестом классе их чего-то не научили, а мы умеем делать лонгитюд, я об этом говорил. Вот. И эта трубка тянется с шестого класса и потом до конца. Они прям светятся. Я надеюсь, что мы сделаем эту историю и статистически значимую покажем меньше, чем через год. Вот. Они обрабатывают сейчас эти данные. Но сопоставить напрямую в лоб с результатами ЕГЭ мы не можем, потому что нужно сопоставить результат каждого с каждым. Для этого нужно иметь доступ к полным данным необобщенным, а его нет. И я не уверен, что будет, и не уверен, что прямо надо. Вопрос такой. А вот знание-ка, оно может быть электронно-образовательным ресурсом, с помощью которого ученик может, как говорится, повышать свой уровень знаний? Или это не платформа электронно-образовательных ресурсов? Учим ли мы? Ну, мы учим. Но, во-первых, в принципе, один из способов, важная часть образования – это контроль. И контролем мы занимаемся. Мы выдаем рекомендации. У нас может поучаствовать регион в неделе мониторинга или провести свое исследование заказное, если ему нужно проверить не математику и русский по базе, а сколько-то регионов делало в середине года и углубленку по нам, в определенные даты, под свои потребности, под свое. Может эту историю сделать, принять решение школы и провериться. Может репетитор прийти с двумя, тремя своими, значит, чадами и проверить. Может родитель прийти с одним своим родителем и использовать. Неделя мониторинга – это и есть тест, это и есть контрольная. Ну, во-первых, мы публичный ресурс, то есть знаний кору, заходим и смотрим, но эта история проходит ивентами, то есть мероприятиями. У меня, по-моему, в подложке где-то есть, только оно проходило. Так, это конкурс, если я правильно помню. То есть на бумажке для школьника оно проходит каким-то вот таким образом, перебивается, оцифровывается оно каким-то вот таким образом, педагогам потом. Вот так вот перебить, оцифровать работу – это быстрее, чем ее проверить. Типичное возражение. Можно ее проверить и знать ответ, и знать оценку, и знать баллик, и выставить ее. А можно перебить, и тогда будут отчеты, статистики, все вот эти вот наши расшифровки. И в этом смысле это публичный открытый ресурс, Неделя мониторинга – это мероприятие открытое. Там такое большое число участников именно потому, что оно, а, бесплатное, а, доступно примерно всем. В сентябре оно проходило, дальше «Горизонталь» проходило по семи предметам еще для девятого класса с первой по третью неделю октября. Мы периодически проводим такие мероприятия, которые нацелены на контроль. Есть мероприятия не про предметные знания, а про метапредметные. Они завернуты в рамках конкурсов и конкурсов игр. Ближайшие будут, по-моему, через две или через три недели. Вы можете посмотреть расписание на сайте и попробовать. Только история с конкурсами – она платная. История с горизонталью, с Неделя мониторинга – она бесплатная. Поэтому это сильно доступнее. И после этого сразу же школьник получает результаты того, кто виноват. То есть индивидуальные результаты, картинку вот эту вот, ответ на вопрос «Что делать?» Это вот эта вот домашка с дефицитами, выявленными, и теорией, задачками, как эту историю отрабатывать. То есть мы в этом смысле отвечаем на такие вечные вопросы. Еще вопросы? Если я ответил на вопрос, то есть ли еще вопросы к тому, о чем я рассказывал? Спасибо. Результаты, оценки, ваши рекомендации вы доводите только в виде напечатанного отчета или, возможно, и живое общение? Спасибо большое. Мы, ну, во-первых, мы доводим не в бумажном виде, мы доводим в электронном виде. То есть люди с сайта скачивают те или иные документы или видят свой результат. Просто часто они это печатают, потому что это сильно удобнее аудитории. Про это у меня есть статистика. У нас в Неделе мониторинга есть возможность. Мы это делали на предпредыдущей, эту статистику подводили. Нам в онлайне давать сдачу или на бумаге? У нас есть возможность сделать и так, и так. В сентябре было сдано в прошлом 506 тысяч работ. Была возможность посадить детей за компьютеры, чтобы они сразу же прошли, сразу же результаты были оцифрованы, или дать им сделать на бумажке и потом перебить результаты. Так вот, сразу же в онлайне нам было сдано учителями, ну, в смысле, через учителей, 238 работ из полумиллиона. Остальные были на бумаге. Чтобы было понятно, это 238 не тысяч работ. Это 1 к 2 тысячам. Это 0,05%. Это ниже уровня шума статистического на пару порядков. То есть история с бумагой, вот при всем нашем шуме о том, что расходники дорого, плохо, печатать много, все вот это вот нет. Как только есть выбор, онлайн или на бумаге, люди проголосовали ногами. При этом эти же люди пользуются Я-классом, учуру, какими-то нашими коллегами, где выбора нет, где все, только электронное. У нас можно и так, и так, и однозначно бумага. Ну, то есть 3 года подряд этот процент может расти в 10 раз и останется статистически незначимым. В 10 раз, 3 года подряд. По поводу живого общения. В рамках бесплатного мероприятия консультировать очно или голосом людей в бесплатной схеме мы не можем. Ну, то есть мы дальше работаем с центрами образования, например, с Юниумом, и туда передаем работу, потому что в этот момент родитель знает, что болит у его ребенка, и можно подобрать ему курс так или иначе разумный, и в этом смысле наочную работу потом с ребенком в сеть федеральный Юниум, у которых 200 пунктов присутствия по стране, мы отдаем, мы это взаимодействие строим. В рамках, опять же, корректной этики. Вот, если чек пришел, показал там правильный промокод, то они получают доступ к результатам этого человека и могут ему построить образование дальше очное, разумное. Это история про то, что репетиторство, как вывод из нашего измерения или курсы подготовки, как вывод из нашего измерения, уже становится честными, индивидуальными, даже не дифференцированными. И не просто в малых группах, а именно индивидуальными. Но мы в этом смысле стараемся фокусироваться. Нужно делать вещь какую-то конкретную, хорошо и выжимать из этого максимума. В деле мониторинга это про измерения. Кружки и форматативы мы в этом году практически закрыли свои, которые у нас были. У нас оно было, оно, по-моему, еще доступно, но это не фокус и не предмет презентации. Мы не стараемся из этого кинуть мостик в продажу. Все. Коллеги, еще вопросы про анализ данных или про проведенные мероприятия? А, да, извините, я ответил на вопрос? Да. Хорошо. У нас без 14 минут. Если у вас есть еще вопросы не в режиме кулуаров, а не в микрофон, то я буду здесь еще доступен и сейчас, и довольно долго после этого. Если вопросов публичных нет, то спасибо большое за возможность, за выделенное время у нас, собственно... Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...